Эй, ёп, у микрофона лисов, а это Vintage Story, вторая серия. Короче, тут меня немного занесло куда-то не туда. Мне пришлось покинуть свой лагерь по определенным причинам... Серебро. Не понял. Это пригодится. Я не пойми где. Я не знаю совершенно эти места, поэтому придется идти. Во-первых, мне не очень понравилось то, что я нашел в прошлой серии. Я решил там переночевать, и, к сожалению, я забыл про семена, которые я посадил. Но, думаю, мы их еще найдем. Суть в том, что мне сейчас надо найти прям охренительное место, в котором я начну что-либо делать. Да ладно. Капец, мне сегодня фартит. Пока я бежал, я нашел еще там сколько? Пять кусочков где-то меди, и сейчас еще три, что ли. Блин, это офигенно. Возьми палку. Понадобится. Да, и еще нужно найти глину и, наверное, сделать лопату. Нужно, потому что нужно будет накопать много глины, чтобы сделать много формочек. Формочки делаются теперь по-другому, не как в предыдущих версиях. Теперь их в костер не сунешь. Это теперь намного затратнее. Блин, у меня мало хп. Я пока сюда бежал, наткнулся на гребаного барана, который решил меня покоцать. И это прям печально. Блин, капец рельеф. Как бы мне здесь пройти аккуратно? Так, как я и сказал, не буду далеко никуда отходить. Сделаю себе лопату. Отлично. Лопата. Где лопата? Вот лопата. Все, прекрасно. Лопата есть, теперь можно жить. Теперь нужно искать глину и искать место для дома. Для вас, наверное, опять пройдет чуть-чуть буквально времени, а для меня пройдет, возможно, целая вечность, потому что наступает ночь. И кровать я, конечно же, тоже не забрал со своего места. Надо будет сейчас нарубить что-нибудь на кровать, ну или хотя бы на костер. Я нашел огнеупорную глину и какие-то развалины. Я читал в комментариях, вы писали, нужно покопать под развалинами, и я найду какую-то почву с костями. Но давайте я сейчас это сделаю. Лопата у меня все же есть. Что только делать с почвой с костями? Как ее промывать? Я не умею этого делать вообще. Может быть, сейчас, конечно, пойму, выкопав ее. Вот, по-моему, да, почву с костями. Сколько здесь костей? Пока что самое логичное, что я могу додуматься, это взять ее в руки и попробовать подойти к воде. Возможно, что-то сработает. Ну-ка. Правда, уже ночь наступает. И вроде как уже должны появляться монстры. Ну ладно. Так, где ближайшая вода? Почему я не вижу карту? Как включить карту? А, карта вот. Ну ладно, почему она справочность не показывается? Это другой вопрос. Нет, это я просто ставлю. А как промыть? Ни черта не видно. Ну и ладно. Надеюсь, вы напишите в комментариях. Возможно, я могу... Нет, не могу. Так, надо бы накопать глины и ложиться спать, наверное. Сделать себе кроватку. Очередную. Аллилуйя, будет свет, сказал я и сделал себе костер. Так, почва низкой плодородности, иди куда подальше. Дайте мне в руки лопату, и я начну копать свою огнеупорную глину. Так, и того уже почти целый стек глины. Неплохо. Но все еще мало. Я переждал ночь, накопал себе уже почти два стека глины. Очень удачно мне попалось это местечко. Ночью на меня уже покушались гребаные дрифтеры, от которых я чуть-чуть не умер. Они меня могли загнать вот в эту ловушку, пока я здесь копался, и было бы все. Первый раз вижу улей. Не буду с ним пока ничего делать, но надо запомнить, что есть улей. Кстати, семена, созревшая рожь. Я бы сами семена просто пособирал бы, чтобы в будущем я мог выращивать себе плантации. Это что? Медь! Да ладно! Неужели я настолько везучий? Это я сейчас так спокойно себе и кирку сделаю медную, и топорик попробую. Наверное. Главное сделать формочки. А их вроде как делать довольно долго. Так, вообще, где я буду жить, вот в чем вопрос. Я уже бегаю довольно давно, и... Вот только недавно выбежал на почву средней плодородности. Ладно, буду пока бегать, искать. Кажется, я нашел, где я буду жить. Как минимум, местечко для лагеря это 100%. Это такая довольно пологая равнина, защищенная со всех сторон горами. Не так далеко там есть лес. Здесь растет рогоз. Есть огромные популяции бранов. Пока я сюда бежал, их было прям очень много. Лес есть, причем лес вроде как неплохой. Дети баранов. Бараньи дети. Что это? Кремень. Шиферные камни. Так, надо посмотреть по карте, что здесь. Ну и по карте здесь вроде неплохо. Лес прям близко. Прям хорошечно. Где-то вот здесь вот я сейчас, наверное, сделаю лагерь первый. И начну делать, уже заниматься глиняным обжигом. Кстати, есть ягоды, что очень хорошо. Вот рядом с ягодами я, наверное, и сделаю лагерь. Прям вот здесь. Идеальная шиферная такая. Или что это? Гравий какой-нибудь, да. Гравийная полянка. Прям, значит, на ней я располагаюсь. Значит, так, собственно говоря. Выкапываем гравий. Так, нам необходимо сделать саму заготовку. Для начала мне нужен тигель. О, а это что такое? Черепица из огнеупорной. Клей овен, ничего себе. А что такое клей овен? Глиняная печь? Так. Так, 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 так. Тигель сразу четыре штуки. Ну нет, одного мне хватит вполне себе. Давайте делать, приступать. Чуть-чуть поближе не дашь подойти? Ну и ладно. Отлично. Тигель готов. Теперь, по идее... Так, гравий отсюда нахрен выкинуть. Берем тигель. Как его взять? Ладно, просто сломаем. Ставим сюда тигель. Сюда, по идее, вместится что-то еще. Поэтому давайте сразу же посмотрим, что лучше сделать. Формочка вряд ли туда вместится. А вот, допустим, котелок для приготовления пищи. Это же ведь он? Ну да, это он. Вполне себе сюда должен вместиться. По крайней мере, попробуем. Отлично. Котелок тоже готов. И еще бы я сразу бы сделал миску. Так, теперь это можно закрывать. По идее, нужна трава, если я... Да, если я ничего не перепутал, значит режем много травы. Так, теперь нужны палки. Которых у меня, кстати, очень мало. Но их хватило. И теперь дерево нужно. Ну а теперь, по идее, это нужно поджечь. Где мой костер? Сделаем себе один факел. Факел готов. И теперь им, собственно говоря, и подожжем. Теперь осталось только ждать. И, пожалуй, пока что, наверное, даже без записи, я сделаю заготовочки. Где моя глина? Заготовочки для кирки. И потом еще для топора. Обязательно. И посмотрим, что из этого выйдет. И пока я лепил из глины формочки, а также начинал их обжигать, мне пришла в голову мысль, что пора бы посадить наши с тобой семена, чем я потом, собственно говоря, и занялся. Ай! Капец, я испугался. Сажаю себе спокойно траву, никого не трогая. Ты чё, коту, длинные руки? Иди прочь. Прочь иди. Ну, Костя, выпадет вообще что-нибудь? Капец, у тебя хп-шки, друг мой. Где мой ножичек? С него чё-то выпало. Отдай. Лениные волокна, это, кстати, неплохо. Капец, если так будет дальше, они тут ведь меня убьют. Они просто еще подкрадываются так бесшумно. Так это рж-рож. Сажаем и осталось посадить... Проваливай, а? Так, и осталось посадить лен. Отлично. Первые посевы посажены. Прекрасно. Надеюсь, очень скоро это вырастет. Ну, относительно скоро. Что с костром? Костер гори, живи. Не умирай. Вот из льняных волокон, по-моему, можно... Ты оборзел? Капец, меня пугают. Эти ребята, когда они так внезапно подкрадываются. И да, я думаю, что я сейчас умру, а я вообще не хочу умирать. Я хочу... Да уходи! Уходи, тебе сказали. Вас что, как много-то, ребята? Убирайтесь. Убирайся. Убирайся. Нет. Не трожь меня. Лен и шпагаты. Этим, по-моему, можно чинить мою одежду, если я не ошибаюсь. Давайте попробуем это сейчас сделать. Да вы достали их так подходить. Что делать? Капец, их слишком много. У меня есть, конечно, идея, что сделать. Но для этого мне надо выкопать немножко земельки. Все, ребята, вам до меня не добраться. Пожалуй, ночь я буду пережидать вот таким вот образом, потому что других вариантов у меня нет. Единственное, я сейчас хочу действительно попробовать починить одежду, потому что она сейчас просто ужасная. Ага, так. 8% было, сейчас стало 18. Сильно потрепанной. То есть я буду чинить, пожалуй, рубаху сначала. Вот так вот хотя бы сильно изношенная. 1,6 градуса она мне будет давать. До зимы желательно всю одежду бы починить. Вы там так и ходите, да? Ладно, буду выжидать сидеть. Хрен ли, отхиливаться. Я тут снова побираюсь ягодками, потому что мне не хватает еды. Категорически нужно быстрее это. И у меня доготовились одни предметы. Блин, не хватает места. Выброшу нахрен рогоз. А теперь есть миска, есть котелок, есть тигель. Это прекрасно. Где вообще мой костер? По идее, прямо сейчас я мог бы бросить тигель иметь плавица. Но я буду ждать, пока... Почему-то здесь мне не нравится, не показывает, что у меня там плавица. Но там у меня формочку, которую я сделал, закинул плавица. Теперь остается только ждать. Так что... Да. Итак, это наконец свершилось. Форма для кирочки выплавилась. Где мой костер? Я потерялся. Ты не потух? Хвала всем великим. Теперь ставим... Этот блок можно поставить только... Я присел. Вот. Сюда. А у меня... А куда я дел уголь? У меня вообще же был ведь уголь. Похоже, нужно будет сделать древесный уголь еще. Чем мне сейчас скорой придется заняться. Потому что... Сколько надо? 1084, а ты дашь только 700. Да, нужен уголь. Тогда я пошел делать сейчас древесный уголь. Займусь. Сделаю себе топорик. Сделаю себе... Так, пошлите, поищем палки. И я покажу для тех, кто не знает. Для тех, кто вообще первый раз ведет эту игру. Как делается древесный уголь. Древесный уголь делается мега просто. Только, опять-таки, это нужно довольно много времени. Но для вас этого времени пройдет довольно быстро. Либо я все смонтирую. Так, палочки есть, кремень есть. Делаем новый топор, потому что старый у меня уже сломался. Отлично, топор готов. Почти. Вот. Теперь мы рубим еще дерево, наверное. Или хоть хватит вот этого, возможно. Сейчас посмотрим. Смотря сколько я хочу угля. Это зависит от этого. Так, факел мой вообще где? Факел мой стоит там, по-моему. Нам необходимо выкопать небольшую ямку. Туда запихнуть дерево. Допустим, вот здесь же выроем ямочку. Гребаный гравий, который падает. Так, вот здесь запихиваем дерево. Вот так вот его раскладываем. Здесь тоже запихиваем дерево. Сделать костерок. Костерок этот поджечь. И быстренько закрыть. Я не поджег костер. Нет, поджег. Все правильно. Только я его не успел, наверное, закрыть уже. Что очень печально. Сейчас посмотрим. Просто если я его не успею закрыть, могут сгореть все дрова. Но вроде как огонь идет. Точнее огонь. Огня как раз таки не надо. Главное, что дым идет. И вот таким образом у нас через 24 часа, наверное, игровых, будет сделан уголь. Наш первый. И мы сможем переплавить. Кстати, надо бы вынуть из костерка. Все. Где костер? Надо вынуть из костерка весь наш... Ну, хотя пускай там лежит, не проблема. Потом просто его подожжем. А пока что я буду ждать. Переночью очередную ночь. Возможно, еще побегаю, пособираю ягодки. Я тут запарился. Побегал, насобирал целый стек ягод. Я бежал, наверное, всю округу просто. Это был какой-то капец. И то мне их не хватает. Я уже, наверное, потратил полстека, потому что у меня было чуть больше стека ягод. Ну да, съел. Надо будет переходить уже на животную и пищу. Это бурак, кстати, по-моему. Если я не ошибаюсь. Почему А, вот, Б. Так, где тут? Все нормально, все. В общем, увидимся уже, когда будет готов уголь. Будем делать себе первую кирку. Спустя целые сутки это, наконец, свершилось. Скопайся. Вроде как. Ну-ка. Да, аллилуйя, он выплавился. Один раз он у меня сгорел. Мне пришлось его перекладывать. Я нарубил дохренищий дров. Теперь у меня есть уголь. Отлично. Теперь мы с вами спокойно можем выплавить медь и получить свои первые медные инструменты. Я очень сильно надеюсь, что мне хватит и на кирку, и на топор. Это было бы прекрасно. Так, итого, 21 уголь. Пробуем закладывать в костер, который наверняка уже потух. Но это, в принципе, не такая большая проблема. Медь вся собралась. Где гремит? Непонятно. Так, собственно говоря, тигель. И закладываем медь. 275 единиц слитков меди. Интересно. Ага, для кирки 100, значит, для топора мне тоже потом хватит. Прекрасно. Ну, пускай тогда выплавляется. Потому что выплавляться оно, наверное, будет относительно долго. А я пока поставлю для вас на паузу. Я где-то слышу дрифтера, и мне это не очень сильно нравится. Но медь почти выплавилась. Я прям счастлив этому, потому что гниль. У меня сгнила моя курица. Вот это я, конечно, лоханулся. Надо было ее приготовить. Ладно. Отлично. Расплавленный тигель. Теперь, по идее, мы берем и заливаем. Отлично. Так, во-первых, уголь отдай. Возьми дерево. А, бери все. Не проблема. Так, самое главное... Я могу поставить тебя, нет? Жалко, не могу. Ладно, не проблема. Так, теперь у нас есть кирка. В принципе, это очень даже хорошо. Вопрос, где мы будем строить дом. Блин. Для начала я, наверное, начну изготовлять... Так, нет, не молоток. Вот для топора. Потому что мне очень нужен топор. Если я хочу строить дом, мне нужны нормальные инструменты, чтобы довольно быстро и просто собирать ресурсы для строительства. Отлично. Формочка для топора готова. Теперь ее нужно будет выжечь. Этим я займусь вне записи, наверное, и попозже. Потому что это очень долгий и муторный процесс. Сейчас я хочу посмотреть, как остывает моя будущая кирочка. Еще долго будет остывать. Вот же засранцы. Гребаные кролики. Как же я вас ненавижу. Так, ладно. Пора начинать строить дом. И строить я его буду, наверное, где-то чуть-чуть подальше. Где-то вот здесь, наверное. Или здесь у меня будет фермочка, а домик будет еще чуть дальше. Где-то... Вот эта вот полянка вроде мне нравится. Так, но для этого мне нужно много дерева. Кремин гром, капец. Давайте по карте посмотрим, где у нас есть лес. Лес у нас есть здесь, поэтому я выдвигаюсь сюда. Ты чего? Как громко не надо. Мне нужно побольше дерева. Это деревья маленькие. Рубить их нет смысла. Вот что-то такое, я думаю, можно попробовать порубить. Авось срубится, как говорится. А, срубилось. Ну, относительно что-то упало. Кстати, даже неплохо, по-моему, упало. Но у меня сломался топор. Что очень сильно меня распичает. Кстати, куст черной смородины... Ты серьезно? Ну и хрен с тобой. Спелый куст черной смородины. Какая-то часть у меня уже есть. Это меня радует. У меня есть 6 палок, кстати, что тоже очень хорошо. Мне нужно минимум 8. Вообще, желательно 10. Это 8 палок я потрачу на выпечку моей формочки. А остальные палки я потрачу на кирку и топор. Ладно, что же, наступает вечер. И думаю, что на этом пора заканчивать эту серию. Не знаю уж, большой-небольшой она вышла. По крайней мере, у меня времени прошло просто зашибись как много. Надеюсь, что в следующей серии я уже до серии быстренько заготовлю формочку. Вот эту. Выплавлю ее. Где-нибудь вот здесь. Даже сразу начну вот так вот делать. Еще палочку надо будет 2 штучки найти. Это, думаю, будет не проблема. Ну, а с вами, как всегда, был Лисов. Если здесь впервые, советую подписаться на канал, поставить лайк, зажечь факел, конечно же, если у вас темно. Написать комментарий, который подскажет, что я делаю не так, потому что я еще далеко не профессионал в этой игре и многого чего не знаю. В следующей серии мы сделаем инструменты. Возможно, сходим в первую шахту, поищем кусочки меди и пороемся под ними, как мне писали в комментариях. И начнем строить первую хатку и заниматься уже промышленно так земледелием, чтобы сделать нормальную ферму, которая нас может прокормить. И начинать охотиться, конечно же, на животных и исследовать этот мир. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии.